В Греции сбит вор в законниках Ахахитинец. Во дни, когда воровская семья оплакивала кончину безвременно ушедшего в Турции Эл-Гуджи Дегмелашвили, в Греции случилось событие, последствия которого в ближайшем будущем сулят законникам новые потери, даст Бог, нелетальные. Согласно древней грузинской воровской традиции, где соберутся более двух воров, кто-нибудь из них да и уйдет оттуда не вором, так на практике работает естественный отбор, обусловленный извечной борьбой за теплое место под солнцем. Для легиона теплолюбивых грузинских Куртбис, ставших изгоями в своей стране, одним из таких мест исправно служила Греция, которая сегодня уже с трудом вмещает всех желающих погреться. К счастью или на беду, грузинам зачастую известно друг о друге нечто такое, что лишний раз удерживает посещать собрания, повестка которых заведомо для них небезопасна. Однако, от роковых встреч никто не застрахован, что, в конечном итоге, и обеспечивает пресловутый естественный отбор. Совсем недавно от такой встречи претерпел 32-летний Кахабир Шевляшвили, уроженец солнечной Кахетии, где, как принято считать, люди говорят друг другу в лицо то, что думают, даже если с дипломатической точки зрения это не всегда оправданно и на пользу. Впрочем, Каха пострадал совсем не за эту приписываемую всем Кахетинцам черту национального характера, хотя то, что он во все слышание распространял о старшем из братьев Байрамиде вряд ли бы понравилось тому, скажи он это ему в лицо. Первое, но не главное, оплошность Кахи, понятная даже не вору, состояла в том, что для праздного разговора о Бонче он выбрал третий, а главное, неправильные уши. Неправильные не только потому, что для этого не предназначены, но и ненадежные в плане защиты информации. Другая на этом последняя для решения участи Кахетинца оплошность была выявлена после того, как он не смог ответить братьям Байрамидии, что же скрывается за сакраментальной фразой, к Бонче есть вопросы, так неосмотрительно доверенное не было.